Здравствуйте! Это программа «Обозреватель мнения» в студии Яна Левина. Седьмой созыв Самарской и Губернской думы работает более года, что удалось в это время сделать фракции «Справедливая Россия» за правду. Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. Мы рады приветствовать Михаила Моряхина, депутата Самарской губернской думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» в Самарской области. Михаил Иванович, здравствуйте! Очень рады видеть вас у нас в студии. Итак, год был непростой, год был сложный. И тем не менее, работа, конечно, фракции не останавливалась ни на один день. Давайте об этом поговорим более подробно, что удалось сделать за это время и о каких результатах работы фракции выборы сказали с особой гордостью. Ну, наверное, стоит отметить на ключевые события, которые произошли в прошлом году. Конечно, это начало специальной военной операции, это мобилизация, которая, по сути, определит спектр и работы законодателей, депутатов Самарской губернской думы, депутатов Государственной думы Российской Федерации. Для нас, для фракции «Справедливая Россия» за правду, по сути, тоже являлась вектором. Это решение, это инициатива наших федеральных коллег, депутатов Государственной думы, которые внесли ключевые поправки, которые анонсировал председатель партии Сергей Михайлович Миронов. Это, прежде всего, один триллион на поддержку национальной экономики в связи с нынешней ситуацией, в связи с санкциями и том противодействии, которое мы получаем со стороны ряда европейских стран, и 300 миллиардов рублей на социальную политику. Конечно, это здравоохранение, это образование, это культура. Касательно нашей Самарской губернской думы, фракции представлены двумя депутатами, по сути, тольяттинцами, мной, Михаилом Орехин, моим коллегой, Максимом Николаевичем Гусейным, депутатом Центрального района. Поэтому, конечно, в наших поправках формируется предложение в большей степени от города Тольятти, который мы защищаем уже в стенах Самарской губернской думы. Хочу с гордостью сказать о том, что мы внесли 21 поправку на сумму 3,4 миллиарда рублей. Уже прошу не бояться таких больших цифр. Мы видим решение проблем не частично, а комплексно. Поэтому мы вносим сразу же достаточную сумму для того, чтобы проблемы были разрешены. Из них 10 поправок на сумму 2,9 миллиарда действительно получили свои подтверждения и были поддержаны депутатами Самарской губернской думы и правительством Самарской области. Какие же тут ключевые поправки, ключевые предложения? Первое предложение, оно очень важно для образовательной системы. Конечно, это капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области. Мы вносили предложение на 200 миллионов рублей. 150 миллионов было подтверждено. Сейчас, конечно, уже идет работа по определению списка. Может быть, даже уже подготовка к торгам по проведению капитального ремонта образовательных учреждений. Но это та работа, которую мы проделали вместе с нашими местными делениями, активами, партийцами. Хочу, кстати, подчеркнуть о том, что депутатов партии «Справедлив Россия» по количеству в Самарской области на втором месте. Наши депутаты действительно находят поддержку на территориях. Побеждает порядка 60 человек у нас в разного уровня депутатов. В городах 10 городов и 27 районов. Вторая поправка, ключевая, это наша программа по ускоренной модернизации замене лифтов. Да, это федеральная программа. Она находит отражение в региональной программе государственной поддержки собственников жилья. Но именно этой темой начали заниматься Тольятти в 2020 году. Тольяттинцы, мы все вместе. Потому что я проводил огромное количество встреч вместе с моими коллегами-депутатами городской думы во дворах, в домах в Тольятти. И если раньше эта программа была всего подтверждена на сумму 100 миллионов, по всей области, это где-то 50 лифтов, то сейчас 1 миллиард 350 миллионов. И из них в следующем году будет заменено 430 лифтов в городе Тольятти. Я считаю, это успех, это победа. При этом важно, что мы делали это все вместе, вне зависимости от партийной принадлежности, встречаясь от дома к дому, формируя предложение. Хочу подчеркнуть, более 20 тысяч человек подписались под этой инициативой. Мы направили в министерство, публично обсуждали. После выборов 2021 года была встреча с губернатором Самарской области, где отразила необходимость замены лифтов. Спасибо работе губернатора правительства о том, что также поддержали на федеральном уровне эту инициативу, и мы получили финансирование. И уже в этом году у нас 430 лифтов в городе Тольятти будет заменено. Ну и третье, наверное, тоже очень важно, это дополнительные сертификаты по программе «Молодой семье. Доступное жилье». Да, инициативная группа обращается ко многим депутатам, но кто как работает. Мы можем сделать обращение, а можем сделать поправку в бюджете, добиться, чтобы она была принята. Вот это ключевые вещи, которые мы отражаем в своих поправках, по которым мы получили успешное решение, и таким образом мы двигаемся дальше в решении других задач. Прекрасно, мне кажется, новость, особенно которая касается и лифтов, и капитального ремонта школы, дела нужны, дела важны. Кстати, также, как известно, с прошлого года любой житель нашего города, если я не ошибаюсь, может зайти на сайт областного парламента и посмотреть, как тот или иной депутат проголосовал за тот или иной вопрос, и что он вообще говорит по этому поводу, и как это комментирует. Я знаю, что это была инициатива и предложение именно фракции «Справедливая Россия». Действительно так? Да. Мы проводили большую пресс-конференцию в Самаре по этому вопросу. Мы провели анализ в других регионах действительно открытости и прозрачности законодательных собраний перед избирателями. Когда люди голосуют за конкретного депутата, я считаю, что мы должны, голосуя за него, понимать, как он выступает, защищает ли он наши интересы, и как он голосует. Это ключевые вещи. И проведя анализ, мы удивились о том, что немногие регионы эту информацию открывают. Да, есть онлайн-эфир на заседании Самарской губернской думы или думы городского округа Тольятти, но надо находить время, смотреть. Мы посчитали, что необходимо это отразить в документах, чтобы на сайте была всегда информация. Во-первых, стенограмма, где есть конкретное выступление депутата с осторожением конкретных проблем. И второе, должно быть размещено решение, как он проголосовал по вопросу. Вот все эти две вещи внесены у нас в Самарскую губернскую думу. Они приняты, единогласно приняты. Хотя, не спорю, были дебаты. Здесь я хочу подчеркнуть позицию председателя комитета по регламенту, который поддержал нас в этом вопросе. В итоге мы приняли положительное решение, и такая инициатива прошла. Хорошая инициатива. А что в планах фракции дальше? Какие задачи вы ставите перед собой? Вы знаете, мы свои планы формируем, исходя из тех предложений, наказов, которые мы получаем вне зависимости от избирательной кампании. У нас очень активно, я чуть попозже расскажу, и телефонные адреса работы Центра защиты прав граждан в Тольятти, в Самаре, по которым мы получаем действительно поток обращений. Более того, мы получаем обращения также в наших социальных сетях. Есть несколько проблем, которыми мы сейчас продолжаем заниматься. Конечно, это наши предложения, которые не прошли в рамках пакета поправок. В области ЖКХ, например, хочу отметить такое предложение, как замена системы противопожарным оборудованием на квартирных домах. Это тоже существенные затраты для жителей, так же, как и лифты, которые за счет средств текущего ремонта не покрыть. Это система пожароудаления, это замена дверей. Более того, у нас в Тольятти, к сожалению, мы все живем, но, может быть, уже как-то замылен взгляд. Если посмотреть на 16-этажки, 12-этажки, в некоторых уже, где идет пожарный спуск, вообще размещены магазины, что недопустимо. Я считаю, что здесь необходимо навести порядок, но, наводя порядок, вместе с сотрудниками правоохранительных органов администрации, мы должны все-таки давать предложение по финансированию, чтобы за счет средств бюджета, регионального, федерального, были деньги выделены, и мы эту работу проделали. Все-таки я считаю, что безопасность жителей на первом месте, это одно из предложений. Предложение у нас касательно капитального ремонта образовательных учреждений, мы получили положительное решение, а что у нас с детскими садами? Они тоже требуют ремонта. Это тоже наше предложение, в рамках которого на заседании дома, по сути говоря, было поручено мне и министру образования отработать этот вопрос и внести уже более серьезное предложение, может быть, к проекту следующего года. Конечно, у нас есть проблема по программе «Молодой семье доступны жилье» те, кто выбыл 36-летнего возраста. Тоже различные есть меры поддержки, но у нас прямая мера, которую фракция предлагает, прямое финансирование. Здесь, конечно, идет такая дискуссия у нас с правительством, но есть и сдвиги положительные, поэтому мы идем вперед в этом решении. Это вот те инициативы, которые есть. Есть большой пакет инициатив в области капитального ремонта. Например, система сбора есть, взносов на капитальный ремонт, и не так давно был принят закон по сокращению сроков. Если дом новый, по сути говоря, он еще находится на неком гарантийном обслуживании. Но ранее было через три года только взнос на капитальный ремонт, людей собирали, а сейчас через год. То есть мы считаем это тоже решение несправедливым. Мы считаем, что должен быть закон, который бы все-таки регулировал бы сроки. В общем, боремся по всем фронтам. Конечно, повестку определяет нам Тольяттинцы. Колоссальное, конечно, количество вопросов вы сейчас обозначили. И тем не менее я знаю, что фракция оказывает, находит время оказывать большую поддержку нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения спецопераций. Давайте об этом более подробно поговорим. Вы знаете, я горжусь за своих партийцев, которые без сомнения после решения президента в начале специальной военной операции приняли решение по оказанию содействия нашим вооруженным силам. Мы стали проводить работу. Да, действительно, это большая гуманитарная поддержка. Да, это поддержка в Самаре, подразделения, которые в Рощинском находятся. Да, это поддержка в Октябрьске, Сызрани. Это действительно поездки наших однопартийцев туда, на территорию. Конечно, это большая работа в Тольятти. Это серьезная нагрузка на наш Центр защиты прав граждан, куда со всех районов города Тольятти жители неравнодушно стали привозить помощь. Мы, конечно, помогали нашим частям, которые до мобилизации выполняли свою задачу. В период мобилизации мы работали с мобилизованными в центре, который на Ворошилово находится. Проводили несколько акций, но стали проводить акции действительно по заявкам. К нам мы получили обращение военнослужащих мобилизованных по медикаментам. Мы закупали большую партию медикаментов, передавали ее, это есть информация в социальных сетях, работали, действительно получили благодарности. Мы не сомневаемся в решении президента, мы не сомневаемся в победе. Предлагаю тем временем обсудить еще одну тему. Вопрос о снабжении чистой питьевой водой в селе Подстепки Ставропольского района. Численность там, как известно, растет, людей становится все больше, и очистные сооружения не справляются. Как на сегодняшний день решается этот вопрос? Не секрет, что тольятинцы живут в ближайших, в нашем, рядом Ставропольском районе. То есть, по сути, не 3-4 тысячи, а 12-15-20 тысяч в окружении тех людей, которые живут за городом, но, по сути говоря, работают в городе Тольятти. Поэтому я не думаю, что мы, как город, потеряли свою численность. Но, живя за городом, мы имеем проблемы жителей, которые живут за городом. То есть, если здесь, в Тозаводском районе, в Центральном, в Комсомольском, это системное чистное сооружение, которое работает, то там это та инфраструктура, которая была. Действительно, вода в Подстепках, в Приморском, коричневого цвета, ржавая вода с большим содержанием железа. Я прекрасно знаю, что жители в частных домах достаточно серьезно несут затраты на систему очистки. Но эта проблема требует комплексного системного решения. Она была обозначена не так давно прошедшим комитетом Самарской губернской думе по ЖКХ. Правительство Самарской области разработало программу развития коммунального сектора, разрешение проблем. Мы приняли решение включить эти предложения в эту программу и более подробно рассмотреть уже на следующем заседании. Поэтому, если есть какие-то конкретные проблемы, конкретных территорий, конкретных улиц, вы можете присылать мне, как депутату Самарской губернской думы, поверьте, я их буду отражать в публичном диалоге с правительством Самарской области, чтобы именно конкретно ваши адреса, конкретно территории были включены в ближайшие работы. — Михаил Иванович, вы всегда были и всегда открыты для людей, для обращений. Так вот, куда сейчас обращаться к вам за любой помощью? — Мы живем в век современных технологий. Конечно, это все социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники. Я получаю оттуда обращения абсолютно разного характера. Естественно, я сразу же даю поручение на отработку этих обращений, лично ставлю их на контроль. Если есть какая-то проблема, конечно, она требует решения. Помимо этого, да, действительно, хочу подчеркнуть, что у нас работают два центра защиты прав граждан в Самаре, в Тольятти. В Тольятти телефон центра защиты прав граждан 95-33-20, телефон Центра защиты прав граждан в Тольятти, адрес юбилейный 37. Вот, помимо этого, хочу подчеркнуть, что в Тольятти работает общественная приемная наших депутатов. — Ну, давайте также отдельно скажем нашим телезрителям, что они могут все их вопросы писать вам в социальные сети. Ответы, если вдруг вы не успеете написать им в социальных сетях, то все ответы вы можете озвучить и у нас в редакции телеканала «Тольятти-24». Встречаться мы с вами будем чаще. — Да, я действительно хочу подтвердить, мы приняли решение о системном формате работы, когда мы получаем обращение в социальных сетях путем звонков, и на те вопросы, которые актуальны не только для одного, для десяти, для большого количества избирателей, уже отвечать в прямом эфире для того, чтобы наши тольяттинцы видели решения по системным проблемам, как их решать и какая необходима помощь. — Михаил Иванович, спасибо большое за этот диалог, за этот интересный разговор. Ждем вас снова. Спасибо, всего доброго. — Спасибо. — Удачи вам. — До свидания. — Я напомню, в студии программы «Обозреватель мнения» был Михаил Моряхин, депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Самарской области. На этом все. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь. Впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин